Портал fb.ru расскажет о программе «Мужское-женское. Взгляд изнутри». Программа «Мужское-женское» является одной из самых рейтинговых на первом канале российского телевидения. Её ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская – являются основной изюминкой этого шоу, поскольку умеют преподнести информацию в своём оригинальном стиле. Многие зрители испытывают к ним неоднозначное отношение. Проявление эмоций иногда кажется наигранным или авторитарным. Поэтому многие сомневаются, всё ли является правдой или это просто постановка. Своими впечатлениями готовы поделиться непосредственные участники, которые присутствовали там в качестве гостей в зале. Одна программа снимается в среднем 2 часа, но запись некоторых выпусков длится все 4. Из этого времени только 40 минут предоставляются вниманию зрителей по телевидению. Главной целью программы является помощь людям, которые отчаялись доказывать свою правду и решили придать её гласности. Все мы понимаем также, что телевизионщикам нужно снять увлекательное шоу, которое понравится зрителям. Но этого никто не скрывает. Главные герои готовы открыть свою душу и получить помощь. Эксперты – дать квалифицированный совет. Гости в зале – поучаствовать и получить свои деньги. А редакторы и ведущие – правильно построить сценарий и сделать программу интересной и полезной для всех, кто в ней участвует и смотрит по телевизору. Александр Гордон. Очень часто зрители его воспринимают как злого и неуравновешенного человека, который не может сдерживать своих эмоций. На самом деле это не так. Терпению и сдержанности этого человека можно позавидовать, поскольку он до последнего старается разобраться в ситуации, выяснить все нюансы и помочь тем, кто в этом нуждается. Следует понимать, что в качестве героев программы иногда приходят не совсем адекватные люди. Одни часами рассказывают о ситуациях, которые не имеют никакого отношения к теме программы. Другие не могут понять, что именно от них нужно. Третьи категорически не воспринимают критику в свой адрес и считают себя во всем правыми. Все эти нюансы Гордон стойко переносит на протяжении всех съемок. Но когда начинают сдавать нервы, он пытается докричаться до разума или совести людей. Именно эти фрагменты и попадают в окончательную версию, которую мы видим по телевизору. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Александр является справедливым и порядочным человеком, а также квалифицированным журналистом и замечательным ведущим Юлия Барановская. Этой девушке пришлось пережить предательство близкого человека, а ее истории знает вся страна. Именно это дает ей право оценивать людей и разговаривать с ними на равных. Это является огромным преимуществом Юлии, поскольку она лишена звездной болезни и принимает каждую историю близко к сердцу. Этого нельзя не заметить даже с экранов телевизора, а когда она находится рядом и подавно. Барановская всегда старается понять всех, кто действительно попал в тяжелую ситуацию, из которой нет выхода. Но она, как и Гордон, беспощадно к женщинам, которые обижают своих детей, и к мужчинам, которые отказываются платить алименты и прячутся от своих чад. Сразу видно, насколько глубока эта травма, которая была ей нанесена мужем. Наверное, именно такие люди должны быть ведущими подобных шоу, которые видели эту жизнь со всех сторон и в разных аспектах. Можно также восхититься Юлиной манерой общения, ее непосредственным участием и наличием уместных эмоций. Полная версия программы всегда намного интереснее, чем обрезки. Так можно понять все настроения каждого участника и ведущих, глубже вникнуть в суть проблемы, разобраться в изобилии нюансов. Но самое удивительное, что можно себе представить, это мнение экспертов, которые часто портят всю программу. В этом случае преимущество остается на телевизиционной версии, поскольку большей скуки тяжело представить. Многие из известных людей высказываются не в попад, выдвигают версии, от которых дискомфортно становится даже Гордону. В основном экспертное мнение остается за кадром, остаются лишь относительно допустимые моменты, которые одобряет Александр. Правда или ложь? Здесь последует однозначный ответ. Все, что показано на экране, является чистой правдой. Это и реакция зала, когда звучат возгласы негодования или радости. Зрители просят озвучивать свои эмоции, но никто не управляет залом или не заставляет делать настоящее шумное шоу. Все происходит естественным образом. Всегда появляется нужная реакция на героя или ситуацию. Необходимо добавить, что герои программы настоящие. Здесь нет артистов и подставных лиц. Люди приходят со своими проблемами или просто для того, чтобы появиться на экране. При этом никакой лжи со стороны телевизионщиков нет. Кто смотрит все выпуски программы «Мужское и женское», тот обращает внимание на периодические отчеты о проделанной работе, которые озвучивают ведущие. Можно только добавить, что это мелкая толика той помощи, которая действительно была оказана. Все участники программы обязательно получают необходимую помощь. Она выражается и в материальном, и в моральном эквиваленте. Кто-то получает ценные советы, кто-то помощь юристов, кто-то проходит лечение. Главным критерием ее оказания является реальная необходимость для тех, кто этого заслуживает. Достойные люди всегда могут рассчитывать на помощь, поскольку организаторы борются до последнего, чтобы довести любое дело до положительного результата. И это у них чаще всего получается. Всем, кто желает найти правду в последней инстанции, следует обратиться за помощью в программу «Мужское и женское». Реальная помощь заключается в следующем. Проведение бесплатного теста ДНК. Оказание юридической помощи. Организация сбора средств. Консультации и организация лечения у психологов, наркологов и других специалистов. Оплата за участие в программе. А вы бы хотели поучаствовать в этой передаче? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...